Есть ли смысл переплачивать за полный привод или все-таки выбрать передний привод? Назад дать? Как всегда, оказался ненужный элемент Так и так, всем привет, добро пожаловать на тест-драйв, ну можно сказать сравнительный тест-драйв двух автомобилей Cherry 8 Pro Max До подорожания цен, до 1 октября цены на автомобили, мягко говоря, не радовали И сейчас, обладая там 3 миллионами рублей, вы можете купить новый автомобиль и не значит, что он будет очень крутым, он будет нормальным Но после подорожания цен, вот например, взять кроссовер Cherry 8 Pro Max После подорожания цен, все подорожали, я не говорю, что только Cherry, но вообще в целом, все подняли цену Все стало безусловно дорого и мы уже начинаем, друзья, мне кажется, экономить Потому что сейчас, имея 3 миллиона рублей, мы не можем открыть ногой дверь в автосалон и сказать, что у вас самое крутое Мы можем зайти с 3 миллионами и спросить, а вообще что-то можно купить нормальное уже с 3 миллионами рублей, друзья Вот, пожалуйста, вариант номер один То есть я говорю, друзья, цена без всяких выгод Без скидок, без всего остального, потому что в прошлый раз я говорил с выгодами Это надо там трейд-ин, кредит, не у всех есть трейд-ин, не у всех есть кредит, там туда-сюда Я говорю, без выгод Вот это у нас максимальная комплектация для переднего привода И она стоит 3 миллиона 410 тысяч рублей То есть это панорама, все дела, то есть это максималка для переднего привода Вот здесь у нас стоит автомобиль полноприводный Это максимальная комплектация для полного привода И он стоит, внимание, на 700 тысяч дороже То есть это уже 4 с плюсом Я сейчас говорил, цены без выгод И сегодня я хотел бы ответить на вопрос С учетом какой-то тотальной экономии и всего остального Есть ли смысл переплачивать за полный привод 700 тысяч рублей Или все-таки выбрать передний привод и наглядно посмотрим разницу То есть мы сравним эти два автомобиля по динамике, по рулежке и по проходимости И потом поймем ту грань, где можно ездить на переднем приводе и где можно ездить на полном Итак, начнем с нашего доступного, ну конечно, доступного в кавычках Первого варианта автомобиля, то есть это передний привод, как я уже сказал, в очень хорошей комплектации То есть это панорама, обогревы все, по CarPlay Но я в салоне это покажу, давайте про технику Смотрите, под капотом у нас двигатель 1.6 Turbo, хорошо известный Я так называю третьего поколения, потому что это уже алюминиевый блок и чугунные вставки Непосредственный впрыск, мощность у нас 186 сил, роботизированная коробка передач и, соответственно, передний привод То есть у нас нет раздатки, у нас нет кардана и машина сама по себе легче Подвеска у нас MacPherson, сзади у нас, несмотря на то, что машина переднеприводная, все равно многорычажка А не как, например, у некоторых переднеприводных бюджетных кроссоверах, там обычная балка стоит То есть это обеспечивает, в принципе, адекватную рулежку, такую же, как на полном приводе То есть если мы, например, возьмем переднеприводную Skoda Octavia, там у нас будет сзади балка То есть возьмем, например, стартовая комплектация Если возьмем полный привод, там уже независимая подвеска Естественно, полноприводная версия за счет многорычажки рулится лучше, чем машина с балкой Здесь у нас и там, и там идет независимая задняя подвеска Про двигатель это хорошо известно, он уже много где ставился На 1.6 где-то он дефорсированный до 150 лошадей, как, например, на Amoda Где-то он до 186, это абсолютно нормальная его мощность Как бы уже не первый год, быстро прогревается Зимой, например, я уже несколько раз вам показываю сравнительные вещи У него коллектор выпускной встроен в голову То есть, грубо говоря, в минус 30, 10 минут, и машина уже без предварительных прогревов И машина может ехать То есть это достаточно быстро, к тому времени у вас уже размораживаются все стекла Салон прогрет, и уже можете ехать Чем же у нас отличается полноприводная версия? Полноприводный у нас имеет двигатель такого же типа То есть он алюминиевый с чугунными гильзами Непосредственный впрыск тоже, естественно, на фазовращателях, как и здесь Но объем 2 литра и мощность уже 197 лошадиных сил Кстати, вот по разгону интересно Вроде бы это легче, а вроде бы вот этот полный привод и мощности больше Какая будет разница? И, естественно, роботизированная коробка передач Тоже с двумя сцеплениями в масляной ванне Здесь у нас муфта И, собственно, муфта как у нас работает? Если коротко, без подробностей То есть муфта у нас включает и выключает заднюю ось То есть когда вы, например, едете после 100 км в час То вы всегда, даже на полном приводе, ездите на переднеприводном автомобиле Потому что муфта жопу не подключает Муфта подключает жопу, когда она нужна Если, например, вы едете на своем полноприводном автомобиле с муфтой И жмете тормоз, у вас тоже не подключен задний привод, например Если вы сбрасываете газ, муфта тоже ее распускает То есть муфта такое хитрое устройство Которое, когда только нужно, подключает заднюю ось Не путать, например, с постоянным полным приводом Например, Audi, Quattro, Gelenwagen, Land Cruiser 200, например Там постоянный полный привод Если вы будете ехать 200-250, у вас постоянно энергия будет передаваться на все четыре колеса Если здесь вы будете ехать 200, у вас всегда будет передний привод То есть муфта, она подключает, вот как будто у вас шайба есть И она в миллисекунду подключает полный привод Поэтому после 100 км в час вы всегда остаетесь на переднеприводном автомобиле Рекорд, по-моему, у последних халдексов при газе в пол до 160 Она может держать жопу То есть она полноприводная И потом все равно она отпускает Но, тем не менее, это, безусловно, не полный привод Для того, чтобы ездить по колее, по вывешиванию Вот как я там делаю, на рыбалку, на оффроуд какой-то Он просто помогает парковаться на ледяной горке, заезжать и все остальное Значит, эта машина у нас немножечко тяжелее И по нашим замерам, плюс-минус, в одинаковых условиях Она ест на 100 км на пол-литра больше, чем вот этот вот автомобиль Пол-литра бензина имеется, да-да Вот, поэтому давайте теперь быстренько пройдемся по салону Быстренько буквально, потому что я по 100 раз показывал И уже начнем наш тест-драйв Итак, друзья, значит, мы сейчас чуть освободим Тут машина семейная Кстати, хотел сразу сказать Обратите внимание То есть мы вот это подвинем Тут еще Вот, проход на третий ряд Все автомобили в максималках И все с тремя рядами То есть вот эта машина используется Как городской комфортный семейный кроссовер Вот, и, собственно, вот сюда вот он может заехать Ну, сейчас мы проверим, как кто-то заезжает Сейчас мы вот это все уберем в багажник Коротко, быстренько про комплектацию Ну, как всегда, не хватает черного верха Или алькантары, естественно Так бы лучше смотрелось намного, на мой взгляд Беспроводная зарядка Вот, кстати, друзья, постоянно говорю о том Видите, да, беспроводная зарядка заработала И если здесь будет работать беспроводной CarPlay Или Android Auto, телефон будет греться Поэтому всегда говорю, что на автомобилях дорогих Ну, дороже там пяти Ну, может быть, в следующем году мы Эта машина будет спять, что это никто не может сказать Есть такая вентиляция Я постоянно об этом говорю Также здесь у нас есть зарядка USB Type-C Все круто, все быстро Одна из самых быстрых мультимедиа среди автомобилей китайского производства На мой взгляд Полный электропакет, как я говорил Двойные стекла Полный обогрев лобового стекла Вот вы видите, да, вот здесь вот эти вот нитки То есть все прогревается достаточно быстро Классно Вот сюда выведены кнопки обогрева лобового стекла Обогрева заднего стекла Здесь у нас все это громкость Настройки автомобиля Кнопки дублирующие Экстренное включение камер 360 Вот здесь Причем можно в разных каких-то моментах это все слушать То есть все это смотреть По кругу Странно, почему машина белая у нас? Она же у нас темная Активный круиз-контроль Все есть, все хорошо Достаточно большой люк Максимальная акустика Кстати, не знаю, насколько она хороша Но в эксидах максималка очень хороша по звуку Проекции нет А так все достаточно очень по-богатому Электропривод Сидений Память сидений, как мы видим Руль по вылету и по углу наклона Все регулирует Тут вот режимы езды Единственная вот разница То есть на всех полноприводных автомобилях То есть режим езды Они более обильные Потому что там зависит уже от работы муфты От настроек А здесь всегда На переднем приводе у нас три режима Эко, комфорт и спорт Там же добавлены там снег, грязь и все остальное Ну сейчас посмотрим Так, подлокотник Все хорошо Так, он охлаждаемый у нас? Да, охлаждаемый подлокотник Все, что необходимо Все здесь есть Даже, мне кажется, больше Сейчас быстренько задний ряд Тоже сажусь сам за собой Мой рост метр девяносто три уже Так, здесь у нас подстаканники Подлокотник Подогрев тройной сидений Соответственно, впереди есть и вентиляция И подогрев Также Здесь, к сожалению, вентиляции нет Также здесь стекла у нас Одинарные Ну тоже стеклоподъемник Все, ну типа вот так я сижу Мне места хватает Плюс места на головой Как видите, очень много Кто-то захотел забраться на третий ряд Вот Так, заходим Плюс Обратите внимание Здесь у нас Управление климатом Для задних пассажиров И обратите внимание Вот на эти дефлекторы То есть они даже сейчас С кондиционером работают Так, давайте теперь тогда посмотрим Что у нас в той комплектации Быстренько, вот просто отличие Здесь у нас в комплектации кофе В подарок Здесь у нас, друзья, все то же самое Такая же панорама Сейчас мы звук убавим А то Хотя сейчас, наверное, завтрашки Уже не имеют права никакие Вот вам Но эта песня неизвестная какая-то Так, здесь у нас есть пару ассистентов Разница Есть смена полосы Массаж есть и есть атаманка Вот у меня сумка прям в свет Вот это вот как бы разница Что у нас еще? В принципе, визуально все по оп... А, ну проекция есть, да? Насколько я понимаю Да, плюс есть проекция Ну ладно, на этом заостряться не будем Давайте попробуем, как они на ходу Итак, значит, выезжаем на переднеприводной версии Я, конечно, не думаю, что какая-то будет разница за рулем Но все же Так, едем в режиме нормал Очень стандартный режим Ну вот знаете, если ехать газ в пол Все-таки вот чуть-чуть на переднем приводе ощущается Вот у меня лично вот с вазами Вот с молодостью связано вот это вот Когда ты даешь газ, у тебя руль чуть-чуть вправо или влево тянет Чуть-чуть вот есть такое Мы вот с отключенной системой стабилизации едем Когда колеса немножечко буксуют Или там момент вот такой уже Когда на полном приводе уже муфта подключается Вот сейчас бы даже, если бы мы ехали вот сейчас Мы бы все равно на полном приводе ехали именно на переднем приводе Это типа для экономии топлива всегда было сделано В принципе, я думаю, что мы вряд ли почувствуем какую-то вот разницу Сейчас мы попробуем замедлить разгон Едем с отключенной системой стабилизации Едем без лаунча В режиме спорт Включен спортивный режим Все, спортивный режим Так, Виктору на замере Спорт режим, стабилизация выключена Давай Готов Ну, неплохо Он крутится, кстати, для 1.6 100 было по спидометру 9.3 0.86.2 80.126.6 Окей Вот когда, друзья, вот мы едем с отключенной системой стабилизации Знаешь, как-то повеселее Она прошлифовывает, ты чувствуешь драйв Да, конечно, руль мотает Но мне, конечно, чуть интереснее Как какой-то горячий хэтчбэк Тут шлейф туда-сюда Зря вот На черри Тига нельзя на восьмерке Вот сделать режим Где просто иногда отключать полностью полный привод То есть на переднем Вот как я на двинаре сделал Где ты вроде халдекс Но ты нажимаешь кнопку И у тебя машина переднеприводная И можно там резину греть туда-сюда Хорошая шумоизоляция Двойные стекла Ну как, относительно хорошая Относительно цены этого кроссовера Спереди лучше, по ощущениям Спереди лати Ха-ха-ха-ха Что-то И, друзья, вот в этих кроссоверах Всегда, вот Виктор правильно сказал Что вот едешь 100-120 И тебе кажется тихо А пассажиры сзади так не думают Во-первых, у них однослойные стекла Всегда, то есть И, ну, это на многих машинах так Не только на китайцах Здесь у нас двухслойные И все делается для того, чтобы водитель ощущал Себе машину тише, чем она есть на самом деле А вот в премиальных автомобилях Там, ну, где для задних пассажиров Туда-сюда, там, конечно, все и для задних сделано Сразу могу сказать То, что я заметил Я специально каждого посадил за руль И здесь, как бы ты вниз не опускал Потому что я, когда езжу на автомобилях Часто я постоянно вниз опускаю сидение Вот здесь, в этом автомобиле Именно в полном приводе Скорее всего, тут другой пол из-за раздатки Или еще что-то Как и на гибридном автомобиле Как бы ты не хотел, ты все равно Ну, в общем, не важно Вот тут из-за сидения, или из-за пола Или из-за чего-то другого Я не могу На гибриде то же самое было Хотя, ну, там, может быть, место нужно Для еще чего-то В общем, у меня получается, что Я не могу здесь сидеть вот так, как мне удобно Я кому-то всегда сверху сижу На передней приводном автомобиле Я прямо опускаюсь снизу И мне там приятнее сидеть И все поняли, что на переднем приводном автомобиле Ты как будто чуть ниже сидишь Вот как будто можно ниже сидушку опустить Чем в полном Так, выезжаем Но здесь уже Руль не так из поворота Вот кидает туда-сюда Понятно, что у нас муфта вовремя подключается На пару На долю секунды, чтобы вот этого не было Потом опять отключается Вот сейчас тормоз пустили Все, мы на переднем приводе В обычном режиме Ну, то же самое по поведению Плюс-минус Если вот убрать вот эти рисканье При выезде с поворота В принципе, то же самое Мы готовы Также едем Спорт-режим С отключенной системой стабилизации Педаль В пол Пробуем еще раз Что-то он очень странно с первой на вторую переключает Медленно, да, как будто По себе две Ну да Но это уже ощутимая разница в разгоне Поэтому, друзья, пока чудо не происходит Более мощный автомобиль на полном приводе Быстрее Более слабого автомобиля на переднем приводе Итак, друзья Сейчас мы попробуем заехать на препятствия Которые мы часто используем Для того, чтобы посмотреть Вывешивание и работу системы стабилизации Имитации блокировок кроссоверов и внедорожников Вот на эту бетонную плиту Сначала мы, естественно, попробуем посмотреть Как проедет полный привод Я думаю, вопросов нет То есть спускаемся под углом и поднимаемся А потом попробуем все это сделать на переднем приводе Сможем ли мы это повторить Давайте сначала все это проделаем на полном приводе Блин, вот здесь бы я включил, конечно, вот эту камеру На полном приводе, я думаю, что проблем здесь у нас не будет Хотя, конечно, угол наклона достаточно серьезный Так, пробуем съезд Чуть-чуть вправо Так Еще Все прошел Прямо на тоненького Так Ход вы видите, друзья, да? Ну, короче, вывешено Ну, почему-то назад не заезжает, кстати Почему? У тебя передняя буксует Так? Да Ну что, вроде проехали без вопросов Антипробуксовочная сработала как имитация блокировки дифференциала И мы выехали У нас на переднем приводе вариантов мало Эко, комфорт и спорт Ну, давайте попробуем в стандарте поехать Вот, опять же, камеры нужны здесь Камеры мы включили Здесь я ниже сижу Мне прям комфортнее сидеть в переднем приводном компоновке Прям как будто вот прям я прям сижу в седане Я бы чуть-чуть вправо Этот Еще Стой Чуть-чуть назад надо Нашел время сказать Нет же Ну все, проходишь Там просто чуть-чуть пыльничек Все Назад дать? Нет, нормально Может чудо случится, да? Заезжаю Да Штатная система стабилизации А сюда, если? Задену бампером? Пыльником заденешь, бампером нет Прошел Блин, молодец В принципе, друзья Я, конечно, не знаю, насколько это было Но Неплохо То есть я как-то прям Я, конечно, думаю, что проблем будет Друзья, и тут надо отметить Помимо, например, вот если вы на своей девятке Я уверен, конечно, что вы бы проехали Но здесь нам помогало Мы не газ в пол ехали Я не жал газ Просто штатная антипробуксовочная система Работала как Передняя блокировка дифференциала Вы знаете, что на некоторых вазах Для сцепления, для уверенной езды Там на льду, в снегу Я тоже на двенашке так делал Ставил блокировку переднюю И она очень хорошо ездила по снегу Вот там несколько кадров Это давно Лет 10 назад было То есть здесь вот такая же примерно ситуация Если не выключать штатную систему Антипробуксовочную Она работает как блокировка То есть подтормаживает Вывешиваемое колесо Как вы сейчас видели И мы, в принципе Ну, не серьезные, конечно, преграды Проезжаем Но заставляет нас уверенно чувствовать Плюс еще Плюс-то в чем Клиренс-то у нас такой же Как и на полном приводе То есть клиренс у нас такой же Плюс мы еще и полегче Возможно, нам еще помогает чуть-чуть резина Ну, то, что мы резину до полутора спустили То, что она все-таки более пухлая Ну да, возможно, еще и резина Как бы, но она тут в базе идет Это, ну, это дилер так ставит То есть тут, в принципе, хорошо Давайте попробуем по песку проехаться Оторванули колеса до 0,5 Сейчас стабилизацию выключили И попробуем заехать В эту небольшую горку На песочной На вторую переключилась и все Ну, она хорошо, кстати, едет На 0,5 бара Сейчас мы Полтора бара колеса Мы 0,5 стравили Так, друзья, все Сейчас M-режим Надеюсь, он будет держать Я уверен, что мы заедем Да, она не переключается Зато застрянешь на ней Губу? Да Да Ну, честно, заехал же Минус губа Друзья, у нас Всегда Ненужные вещи На время бездорожья Появляются Друзья, я и не повредил На всякий случай Все Клипсы на месте Все хорошо Итак, друзья, смотрите Ну, понятно, безусловно Что на переднеприводном автомобиле На песке Против полноприводного Делать нечего Но у нас тут был Небольшой секрет Как вы видите То есть Мы стравили до полутора Атмосфер давления В передних колесах Отключили стабилизацию И как вы видите Пару моментов у нас было Где казалось бы Что мы сели Но машина роет Машина выезжает Благодаря, опять же Тому же самому клиренсу Сказать, что она себя чувствует В песке лучше Ну, это, конечно, глупость Но в целом Вы увидели, да Что Если бы была включена Система стабилизации Или еще что-то Там Переключение То мы скорее Все взорились Тут у нас Как всегда Оказался Ненужный элемент Юбка Ну, на всякий случай Говорю, что она целая Она просто Самоликвидировалась То есть У него экстренный Отстрел Ничего не пострадало Все хорошо Итак, друзья Какой можно сделать вывод Это, на самом деле Для вас уже решение Стоит ли переплачивать 700 тысяч Если мы говорим Про этот автомобиль И про этот То есть Лично Какие факты Мы сегодня Поняли Что Этот автомобиль У нас Ну, логично Что на секунду До 100 Быстрее По Плюс По По управляемости Особо разницы Никакой нет По шумоизоляции Естественно Тоже нет При Определенных Диагональных Вывешиваниях При твердых Грунтах При горках Тут Не совсем Беспомощный Автомобиль Можно сказать И тут Можно там Заезжать на бордюры Главное Не выключать Систему стабилизации Которая Помогает вам Работать Очень грамотно Если же вы Все-таки Решили сэкономить Например 700 тысяч Взять передний привод Если вы едете На песок Или в снег То есть вам Как минимум Надо отключать Штатную систему Стабилизации То есть вы там Уже будете чувствовать Уверенно За счет клиренса И за счет Если у вас есть время Там сейчас у всех Электронасосы Даже беспроводные Есть Всегда можно Там например Подкачать колеса Обратно Здесь мы Еще до полутора бар Спустили Отключили систему стабилизации И там мы не были Беспомощны Хотя 80% Машин там уже Села на брюхо Там она рыла Благодаря своему Клиренсу Поэтому друзья Решать вам Но что хочется сказать Естественно Этот автомобиль Не для бездорожья Не для того Чтобы по лесам ездить Но При грамотном обращении В управление Вы никогда не будете Беспомощны За счет клиренса И в основном Естественно Это машина Для города Для того чтобы Парковаться Например К бордюрам Не бояться Что-то повредить А даже если вы Повредите вот эту губу Она легко снимается Вы прекрасно Видите Можете на зиму Например На ночь Можете на зиму Например Ее снимать Это достаточно удобно Здесь клиренс Нужен для того Чтобы вы Во-первых Сидели выше Чувствовали себя В потоке В пробке Как бы на уровне всех Не как на низких седанах Чтоб вы уверенно Парковались Например Не задевая Ну К бордюру Не боясь Поцарапать бампер А если там зима Или какие-то суровые условия То эта юбка Легко снимается У вас Передняя Как бы парковочный Зазор Он еще увеличивается На пару сантиметров И плюс Как я уже сказал При грамотном использовании Вы не совсем будете Беспомощны Как я сегодня Продемонстрировал На бездорожье Но в итоге Это хороший Семейный Городской кроссовер И Черри Тига 8 Является Самым продаваемым Семиместным кроссовером В 24 году Я специально Сейчас посмотрел По автостату То есть Больше Семиместных кроссоверов Официально В 24 году Никто не продал Потому что Черри Тига 8 Стал самым популярным Продаваемым кроссовером Именно поэтому Я смотрю статистику Что их много берут А вот Семьсот тысяч Для вас Насколько важно Или нет Это уже Решать вам Тут прежде всего Комфорт Удобство И там и там То есть С детьми Куда-то поехать Да, хорошо Невысокий расход топлива Туда-сюда Если уже есть Лишние Семьсот тысяч То пожалуйста Можно взять То же самое Но уже С полным Приводом Спасибо вам большое За внимание Ставьте лайки И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok